Лев Лещенко оказался в больнице в коммунарке на прошлой неделе. Сначала мэтр был в тяжелом состоянии, лежал в реанимации, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Директор артиста рассказал, как сейчас себя чувствует Лев Валерьянович. О состоянии здоровья Льва Лещенко за последние несколько дней было много противоречивой информации. Певец с супругой поступил в больницу в коммунарке на прошлой неделе. Сначала состояние певца было тяжелым, но после нескольких дней в реанимации он вернулся к супруге Ирине в обычную палату. Диагноз коронавирус у мэтра, как оказалось, до сих пор находится под вопросом. Врачи делают уже не первый тест, который показывает сомнительный результат. Представитель артиста пояснил, что Лещенко вернулся в Москву после гастролей в США 11 марта, у него была транзитная остановка во французской Ницце из-за осложнений погоды. 16 марта был опубликован указ о самоизоляции, который Лев Валерьянович вместе с женой исправно соблюдал. Но в какой-то момент почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к медикам. Стархит узнал у директора певца, как он сейчас себя чувствует и как его лечат в коммунарке. Жена Лещенко, Любу вернули ко мне в палату. У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже, поделился со Стархитом помощник мэтра Андрей Гайдель. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз, активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня. О том, что народный артист идет на поправку с уверенностью, можно сказать еще и потому, что прямо в больничной палате он работает над новым музыкальным материалом, готовит к выходу песню. Условия пребывания в коммунарке его полностью устраивают, продолжает представитель певца. Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормит хорошо, в палате есть телевизор и интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное.